здравствуйте вы смотрите аналитику на канале витражи о вере в красках богословие многим людям кажется чем-то невероятно сложным и настолько запутанным что разобраться в нем сможет далеко не каждый возможно именно на такую рассчитывают представители фонара которые не стесняются менять богословские концепции для активного продвижения своих новых идей я хотел бы сегодня с вами обратить внимание на интервью владыки сильвестра епископа белогородского ректора киевской духовной академии семинарии данное интервью было опубликовано на самом рейтинговом религиозном сайте украины портале православная жизнь а ссылку на русскоязычную публикацию я оставлю в описании под видео интервью владыки сильвестр вызвала невероятный интерес причем и грекоязычном пространстве потому как было опубликовано и на ресурсе рамфея и на момент записи аналитики публикация на греческом имела более 300 тысяч просмотров считаю что это настоящее чудо что появилась такая возможность отстаивать правду на языках разных поместных церквей ведь это очень важно для продолжения дискуссии решения вопроса касательно действий фонара ну и начнем мы сегодня с истории константинополя и вот прямая речь владыки сильвестра историческим предшественником константинополя на данной территории был город византий который христианской истории первые три века после рождества христова ничем не выделялся кроме того что из этого города был еретик феодот кожевник как говорится не отнять не прибавить к моменту постройки константинополя в церкви существовало несколько апостольских кафедр рим александрия антиохия вокруг них и сосредотачивалась церковная жизнь появление новой столицы безусловно создало основания для определения статуса и полномочий столичного епископа таким образом контекст в котором появился вопрос о полномочиях епископа константинополя был политическим константинопольская кафедра не является апостольской по своему происхождению и она не имела таких оснований для особого статуса которые были у древних кафедр основанных самими апостолами политические аспекты кафедра не является апостольской очень важно отметить эти моменты без их понимания сложно будет осмыслить следующие выводы ввиду того что иерусалим антиохи александрии оказались вне границ православных государств тогда еще не завоеванный константинополь воспринимался уже не просто как столичный город но и как защитник православных христиан а сакральный образ императора не просто как главы государства но и покровителя православных складывался как раз то же самое время и как говорит владыка сильвестр после падения константинополя полномочий византийского императора как защитника и покровителя всех православных греков переходит константинопольском патриарху и скажем прямо развитию подобного положения дел прямо содействовали турецкие султаны известно что мухаммад второй после завоевания византии определяет статус константинопольского патриарха как главы всех православных христиан живущих в османской империи таким образом с подачи султана константинопольский патриарх становится лидером греческой нации конец цитаты но потом все меняется но фонариоты живут так будто не слышали о падении константинополя и вот мы видим как говорит владыка сильвестр что константинопольский патриарх давно утративший положение первые епископы империи продолжают формировать учения об особой своей власть но константинополя больше нет давно нет есть стамбул но что же произошло смотрим текст интервью греки мифологизировали константинополь сделав его и таким китиш градом на греческий манер константинополь это город память город миф город призрак и город мечта мечта былом статусе блески и величии православной империи и вот с одной стороны миф и мечта а с другой аргументы фонара которую делают из патриарха варфоломея практически папу фонарского ведь именно из такой мифологии это слово думаю тут вполне уместно и вырастает такое желаемое первенство власти главы фонара вместо первенства честь именно это первенство власти продвигает тот же рупор фонара в америке архиепископ алпидафор который играет немалую роль во взаимоотношениях между небольшим районом стамбула и соединенными штатами америки понятно что нам пытается рассказать что это не так но аргументов то нет а факты свидетельствуют пользу тех выводов которым мы пришли и вот мы видим как говорит владыка сильвестр что на фоне своего реального статуса и положения константинопольская церковь создает раздувает абстрактные права и полномочия нарушая при этом традиционную православную экклесиологию в угоду своим претензиям а вот здесь уже все разворачивается просто у нас на глазах это перечеркивание нескольких столетий межцерковных отношений сбор раскольников всех разновидностей под свое покровительство причем единоличным решением буквально одним рощерком пера грамоты налево направо этих принимаем как есть этим меняем юрисдикцию этим создаем все условия буквально закрывая глаза на любые злоупотребления и самое страшное что под все это пытаются подвести какую-то идеологическую базу которая не выдерживает никакого более менее адекватного анализа важно показать максимальному количеству людей эти богословские рассуждения эти доводы которые расставляют все точки над и да право владыка антоний что к сожалению все православного единства больше нет но мы не можем грешить против истины а потому должны нести правду говорить о реальном положении дела не исследовать мифы подогреваемые чьей-то памятью о былом и тогда все начнет становиться на свои места я настоятельно рекомендую все внимательно прочитать весь текст интервью с владыкой сильвестром а также обязательно поделиться ссылкой на него с теми для кого это важно остерегайтесь сомнительных собраний непроверенных новостей читайте классику и смотрите канал витражи о вере красках